Финанси Альтимес, Великобритания, Украина пытается получить кредит МВФ с помощью принятия закона очистки банков-банкротов. Роман Алярчик. Финанси Альтимес, Великобритания. 27 марта 2020 года. Украина находится под растущим давлением из-за необходимости срочно принять банковский закон, который позволит ей возобновить получение кредитов на миллиарды долларов от Международного валютного фонда. МВФ, и от других иностранных кредиторов для поддержки финансов, поскольку введенные в связи с распространением коронавируса ограничения привели к остановке ее экономики. После нескольких месяцев проволочек члена украинского парламента в ближайшие дни собираются провести голосование по вопросу о законопроекте, который направлен против интересов Игоря Коломойского, олигарха, поддержавшего в прошлом году президента Владимира Зеленского в ходе его президентской избирательной кампании. Этот законопроект в случае его одобрения не позволит бывшим владельцам 100 украинских банков, национализированных или ликвидированных в ходе затронувший весь финансовый сектор чистки, восстановить контроль над своими активами через суды. Это относится и к Гену Коломойскому, чей приватбанк, крупнейший в стране кредитор, перешел под контроль государства в 2016 году после того, как регуляторы нашли большую дыру в его отчетах, возникшую в результате сфальсифицированного кредитования. Правительство страны вынуждено было рекапитализировать этот банк в объеме, который соответствовал 6% внутреннего национального продукта. Господин Коломойский пытался оспорить решение о национализации в украинских судах, которые прославились своей коррупционностью. Господин Коломойский публично призвал господина Зеленского отказаться от услуг МВФ, руководство которого настаивало на том, чтобы предыдущие владельцы приватбанка вернули выведенные из него активы. МВФ также требовал привлечь к ответственности бывших владельцев этого банка. Пандемия, связанная с распространением ЧВИ-19, повышает значимость решения этого вопроса для Киева, поскольку украинская экономика все еще восстанавливается после падения на 16,4% в 2014-2015 годах, которое было связано с российской аннексией Крыма, а также с организованным ей сепаратистским восстанием на востоке страны. Темпы роста украинской экономики составляли от 2,4% до 3,4% в течение предыдущих четырех лет. Однако один из старших советников господин Зеленского на этой неделе предупредил о том, что закрытие предприятий в ходе борьбы с распространением коронавируса может в случае оптимистичного сценария означать сокращение роста на 5% в этом году. В результате пандемии коронавируса ситуация в экономике является критической, подчеркнул родившийся в Чехии Петр Крумханзу. Петр Крумпанзу, председатель правления Приватбанка. Я надеюсь, что члены парламента осознают всю серьезность момента и проголосуют за сохранение стабильности банковского сектора. И я надеюсь, что члены парламента примут правильное решение, которое позволит Украине и Приватбанку двигаться вперед. В заявлении Американской торговой палаты на Украине, в котором отразилась позиция других деловых групп, было подчеркнуто, украинский парламент должен предпринять смелые, решительные и быстрые действия на этой неделе, а также проголосовать за законопроект, необходимый для заключения сделки с МВФ и позволяющий уже в ближайшее время получить финансовые средства. Это законодательство о банках позволит бывшим владельцам получить компенсацию по решению суда. Однако ее размер будет определяться независимыми профессиональными аудиторами, которые, скорее всего, согласятся с регулятором, что эти банки были уже не платежеспособны, когда над ними был установлен контроль. Проведение законопроекта о банках через парламент будет своего рода проверкой как для господина Зеленского, бывшего комедийного актера, который был избран президентом в прошлом году на волне негативного отношения к истеблишменту, так и для его партии «Слуга народа», которая в настоящее время имеет значительное большинство в парламенте. Никита Патураев, влиятельный депутат от этой партии, считает, что десятки депутатов, лояльных по отношению к Гену Коломойскому или находящихся под давлением, выступят против законопроекта о банковском секторе, однако у нас хватит голосов. Некоторые оппозиционно настроенные члены парламента, судя по всему, поддержат этот законопроект. Мы активно поддерживаем этот закон, который не позволит бывшему владельцу приватбанка вновь установить над ним свой контроль, сказал Алексей Гончаренко, член парламента, входивший раньше во фракцию Петра Порошенко. Юлия Клименко, член парламента от партии «Голос», сказала, мы хорошо понимаем необходимость продолжения сотрудничества с МВФ во время кризиса, связанного с распространением коронавируса. Если Украина не сможет принять этот закон, то, по словам одного осведомленного о ходе переговоров человека, страна может получить значительно меньшую сумму в размере 1,5 миллиарда долларов из числа быстрых финансовых инструментов МВФ, предлагаемых в связи с пандемией. Кроме того, МВФ подталкивает Украину к принятию закона, разрешающего продажу сельхозугодий. Господин Патураев призвал оппозиционной партии и помочь его расколотой партии набрать достаточное количество голосов для принятия закона о реформе сельскохозяйственных земель. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.